Посмотрел на днях выступления Путина на съезде День России. Этот съезд очень напомнил мне другой съезд из другой эпохи. Съезд партии 1934 года. Знаменитый съезд победителей. Вроде все так же хорошо. Партия зачистила конкурентов. Взяла власть в свои руки. Аплодисментами встречает речь вождя. Путин, конечно, не Сталин. Но вызовы, которые бросает им история, сейчас во многом похожи. Запад оболчился. На горизонте маячит большая война. Страна технологически отстала. Элиты оторваны от народа. Я очень благодарен за вашу поддержку в ходе избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации. И вот в этой связи что хотел бы сказать. Это важная вещь. Формирование высшего института власти в стране вне зависимости от фамилий. Хотя, конечно, фамилии важны. Но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий. Это касается и президентского уровня. Это касается правительственного, регионального, какого угодно, местного, муниципального. Если нет четкого понимания, что нужно делать и как нужно делать для развития страны, нечего приходить во власть. Нечего там делать. Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах. Ответственные люди, а мы с вами именно такие, должны поступать совершенно иначе. Президент просит партию измениться, а партия этого сделать не может. Потому что она является концентратом криминально-буржуазного класса, правящего сейчас в стране. И пойти против интересов своего класса партия не в состоянии. Путин попросил их всего лишь об одной вещи. Господа, придите в себя. Вы уже начали проигрывать выборы во многих регионах страны. Это при тотальной административной поддержке и вашем финансовом ресурсе. Народ голосует принципиально против ваших кандидатов. Вот до чего вы довели ситуацию в стране. Рейдинг Дмитрия Анатольевича Медведева, лидера партии, колеблется где-то в районе статистической погрешности. Вы, как передовой фронт правящего класса, решили переложить брены экономического кризиса на плечи простого народа, вместо того, чтобы заставить раскошелиться оригархам. Путин призывает вас опомниться. А я вам хочу сказать, потому что это очень важно понимать. Мир в целом находится в состоянии трансформации. Очень мощной, динамично развивающейся трансформации. И если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можем навсегда. Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны. Вообще, драматическая ситуация развивается в мире и в нашей судьбе тоже. Надо это понять и работать очень активно. Я считаю, что Единая Россия с ее огромным законодательным, организационным, кадровым потенциалом должна в полной мере его использовать. Объединять и консолидировать общество, граждан в решении задачи развития, в реализации нашей общенациональной повестки дня. Ваши представители есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России. Однако, и нужно тоже прямо об этом сказать. Ну, кстати говоря, так происходит всегда и везде, во все времена и во всех местах. Есть и те, которые просто пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе. Ну, и, конечно, есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить. Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне. На самом верхнем и на самом нижнем, муниципальном. Потому что это, во-первых, вредно для страны. Это несправедливо в отношении людей. Это просто опускает всю партию ниже плинцев. Реформы назрели в стране. Но реформы всегда проводит молодая элита на стадию революционного роста. Такой нынешняя элита была в 80-х и в 90-х годах. В 2000-х годах она уже стала бронзоветь. Она начала говорить о консерватизме, о стабильности. Говорит ровно о том, что раньше клеймила проклятым совком, брежневизмом и застоем. Теперь они сами, как те советские бонзы из позднесоветского СССР. Так же надменные, так же оторванные от народа и так же реакционные. Вы знаете, насколько высок сегодня запрос граждан на справедливость, честность, открытость. И чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними. Чтобы граждане лично знали своих депутатов, активистов Единой России. Могли свободно прийти к вам с любой проблемой или высказать предложение. Крайне важно сверять с интересами и запросами людей все планы и действия. Внимательно и отзывчиво по существу, а не ради отписки. Конечно, мы с вами понимаем, сколько людей, столько и мнений, а решение должно быть одно. И понятно, что не всегда есть возможность удовлетворить каждое представление о том, как нужно решать ту или иную проблему. Людей много, и мнений много. Нужно уважение к людям проявить, разъяснять свою позицию. Это несложно. Конечно, если позиция своя есть, а у нас с вами есть своя позиция, практически по каждому серьезному вопросу развитие страны. Нужно, тем не менее, учитывать мнение и настроение людей, включаться в реализацию инициатив граждан. И использовать эту инициативу для достижения общих целей. Особенно на низком муниципальном уровне. Ну, как можно без граждан решать вопрос, где там что должно развиваться, как дворы должны быть благоустроены и так далее. Ну, просто бесполезно этим заниматься. Эти рекомендации людей, они всегда практичны, точны и устремляют, определяют устремление общества. Да, собственно, что значит общество? Люди есть общество. Уважаемые коллеги, впереди время напряженной, большой работы, от которой будет зависеть будущее нашей страны. Я уже об этом сказал. Путин обращается к правящей элите с призывами думать о стране, а не только о себе. Такие же призывы к совести коммунизма звучали и в Брежневскую эпоху. Но как те остались лишь пустым звуком, так и эти, я думаю, останутся лишь звуком в телевизоре. Партия «Единая Россия», сидевшая в зале, это не барон Мюнхгаузен. Она не может вытянуть сама себя за волосы из болота истории. Понимает ли это президент? Уверен, что понимает. Путин поставил «Единой России» практически ультиматум. Причем обе стороны понимают, что выполнить его она не сможет. Генезис партии таков. Ну не может птица вдруг стать рыбой. В конце концов, она же не виновата, что история сложилась так, что нам надо теперь уже не летать, а плавать. Для прорывных задач и для мобилизации населения на войну, которое все отчетливо и маячит на горизонте, нам нужна другая партия. Не по названию, а по сути. Новую партию, как ядро своего класса, может создать лишь новая элита. Другого, не бизнесменского класса эффективных менеджеров. Эпоха экономической целесообразности уходит в прошлое. Наступает эпоха суровой необходимости, когда общее будет выше частного, когда власть будет выше собственности и когда служение будет выше владения. Если не будет перехода на эти новые парадигмы, тогда с нами случится то же, что случилось с Советским Союзом, только в еще более кровавых и уродливых формах. Сможет ли Путин создать эту новую элиту, провести модернизацию, мобилизовать население и самое главное, а что он будет делать со старой элитой? Вопрос открытый. И от правильного решения этой исторической задачи будет зависеть, быть Россией или нет. Поэтому этот съезд и напомнил мне партийный съезд 1934 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и обязательно оставляйте вопросы. Вместе мы сила! Субтитры сделал DimaTorzok